Один открыли в Александровском, другом в Стрижевом. Правительстве России задумались о стимулировании деревянного домостроения. Почему, расскажет моя коллега Ирина Елавега в программе Вести Экономика. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Анна. По материалам РБК в Минстрое России обсудили меры государственной поддержки деревянного домостроения. В том числе было выдвинуто предложение о выдаче специальной ипотеки на деревянные дома. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Как сообщила пресс-служба Минстроя России, государство готовит меры по поддержке деревянного домостроения. Встреча участников рабочей группы прошла в конце ноября. Один из важных вопросов – это введение квот на использование продукции этой отрасли. Квоты рассчитываются в рамках строительных госпрограмм, как для жилья, так и для объектов социальной инфраструктуры. Предполагается, что возможной меры финансового стимулирования деревянного домостроения станет специальное ипотечное кредитование. Подобная инициатива обусловлена в первую очередь большим объемом неиспользуемых лесных ресурсов России. Но это не все причины. Налицо тенденция растущей потребности граждан в повышении комфорта своего места жительства. По словам экспертов, есть ряд препятствий для развития деревянного домостроения. Первое – это устаревшая и разрозненная нормативно-техническая база, которая регламентирует применение деревянных конструкций в строительстве. Второе, как следствие первое – в базе не учитывается появление новых материалов, технологий и принципов конструирования зданий с использованием древесины. Именно поэтому планируется разработать единый свод правил для данного направления. Первые программы в случае принятия инициативы будут реализованы в лесоизбыточных регионах с развитым производством продукции деревянного домостроения. В случае удачной реализации будет рассматриваться целесообразность распространения квот на все субъекты Российской Федерации. А теперь, что это даст нашей области? Для Томской области это актуальный вопрос, так как Сибирь входит в число лесоизбыточных территорий страны. В одной из ноябрьских программ «Вести экономика» мы рассказывали о вводе в эксплуатацию 550 тысяч квадратных метров нового жилья в Томске. На сегодняшний день из них на индивидуальное строительство приходится около 250 тысяч квадратов. Это чуть меньше половины. И судя по этим данным, мы видим, что желание жить в отдельных домах у населения есть. Прямое доказательство тому – Корниловское сельское поселение. По адресным справкам администрации этого поселения, за последние три года было введено в эксплуатацию 555 домов. Из них 218 в этом году. Однако количество домов в дереве – это очень малая величина в общей сумме индивидуальных построек. Помимо различных ипотечных программ, предоставляемых банками, и субсидий и рассрочек от застройщиков, государство тоже предоставляет возможность построить собственный дом. Так, в соответствии со 165-м областным законом о древесине для собственных нужд, каждый житель Томской области раз в 30 лет может получить 150 кубических метров дерева на корню. На ноябрь этого года было выделено более 58 тысяч кубических метров древесины на возведение жилого дома. Это хватило бы минимум на 390 домов. Если смотреть из графика, эта сумма по предыдущим годам выше. Но согласно этому закону, выделение древесины еще не означает строительство всех этих домов. Специалисты Департамента лесного хозяйства Томской области отмечают, что далеко не все выделенные ресурсы используются по назначению. Это происходит в силу того, что это не отслеживается. Также существует жилищный кредит, который пользуется меньшей популярностью, чем ипотека. Но государственных денег там нет, имею в виду квот. Кстати, стоит заметить, что программы по поддержке индивидуального строительства существуют. Но они скорее имеют локальный характер и используются в рамках определенного региона. Другое дело квартиры. А в случае принятия мер по государственной поддержке деревянного домостроения, это позволит простимулировать данную сферу деятельности. Стимулирование организаций по постройке деревянных домов – это одна сторона. А вот другая цена таких построек. Если про квартиры, нам все понятно. Это либо эконом-класс, либо премиум-класс. И, как правило, мы знаем среднюю цену не только по Томску, но и по каждому району. А вот цена постройки деревянных домов – совсем другая картина. Сейчас все зависит от того, как будут строить этот дом и какие подрядчики. И сумма на такой дом может быть различной от 2 миллионов до 10. А стоимость за квадратный метр деревянного дома варьируется от 8 до 20 тысяч рублей. В зависимости от того, древесина какого дерева будет использоваться при строительстве и какие застройщики будут выполнять работу. И это цена без отделки и инженерного наполнения. Таким образом, мы видим, что оптимального предложения с оптимальной технологией для деревянного строительства в Томской области нет. Но с возможным введением квот будет разрабатываться унифицированный вариант постройки в дереве. И это послужит отправной точкой в развитии данного направления. На выходе при успешной реализации этого проекта выгоды получат все. Для граждан это возможность иметь собственный дом. И, как мы видели из статистики, число индивидуальных построек – 45%. Для застройщиков это унифицированное предложение, которое даст возможность расширить предложение и увеличить продажи. И главное, это направление будет поддерживаться государством через систему квот. На сегодня у меня все. Как будет продвигаться данная инициатива? Продолжение следует.